И снова всем привет! С вами Реторн. Мы продолжаем прохождение игры Пиларсов Этернити 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии у нас с вами продолжилось исследование подземелий, под глоткой, да, и на этот раз мы находимся в старом городе, в руинах старого города, где мы нашли храм, в котором, возможно, есть какая-то загадка. Сейчас мы выясним, что за загадка, а также попробуем закрыть квест, который мы в прошлый раз продвинулись, да, это квест на нахождение вот этого, как его там, ну, короче, нам нужно к бихе подойти. Сегодня у нас необычайно долгая загрузка. К сожалению, игра пока не оптимизирована, но я надеюсь, что разработчики все-таки все сделают. Кстати, сегодня, ребят, прочитал не очень радостную новость по поводу возможного продолжения Тирании 2. Говорят, что ее вполне может и не быть, потому что разработчики поменяли издателя, но права на игру остались у издателя. Ну, конечно, переговоры ведутся, но тем не менее. Ну, и да, игра точно не находится пока еще в разработке, но разработчики задумываются о том, чтобы и продолжить разработку. Так, ну что ж, краткий экскурс в историю закончен. Теперь давайте разбираться с нашим... Смотрите, зависть запрещена для хранителя. Не знаю, что это значит. Ладно, давайте пока поменяем меч. Вот, попробуем походить с ним. Должно быть интересно. Так, и насколько я помню, это было последнее место, в котором мы не были. Нам осталось идти только в храм. Так, какая-то статуя, но с ней нельзя пока что взаимодействовать. Крипто. Ага, то есть... Смотрите, тут вот скелет, который тянется к жировне. Можно ли как-то, может быть, здесь использовать это? Я, наверное, в этом карнете купил? Нет, нельзя. Ну что ж, тогда мы идем в крипту. Редактор субтитров А.Голубкин Корректор А.Игорова простирается темно-синяя бухта, покрытая рябью. Она расширяется в грот и заканчивается в открытом море. Волны бьют по самодельному причалу, чувствуется привкус соли. Крики шумных моряков наполняют воздух, словно картечь. Матросы бродят по потрепанным водой докам, готовясь к выходу в море, наблюдая за бурлящими волнами. Затем заклинатели вод Уанна, легко узнаваемые по одежде, выходят на причал. Жестикулируя руками и что-то произнося вслух, они успокаивают бурный перелив, превращая его в спокойное течение под своим контролем. На мгновение бухта затихает, словно все дружно затаили дыхание в ожидании чего-то. Но тут в залив входит целая армада отполированных до блеска черных лодок динги с опущенными парусами. Моряки нарушают молчание, с киканьем приветствуя прибывших и передовая распоряжение при чаливании и разгрузке. Лодки привязывают к верфи и почти сразу выгружают из них ящики без опознавательных знаков. Все происходит быстро и эффективно. Из низкой крепости на востоке пещеры с пронзительным свистом выходит гномка. Она свистит еще дважды и заклинатели вод поворачивают в течение залива вспять, поправляя лодки обратно в море. Надо признать, это умный ход. Возможно, кстати, эта дверь у нас и открылась, потому что у нас было... Опа, заканатель воды, отступник. Возможно, у нас дверь эта храма, да, она и открылась именно потому, что мы смогли... Так, вообще отлично. Добыть раньше предмет, где-то ракушку. То есть, неизвестно, что бы было, если бы мы ее не добыли. Так, ну, жезлы, медные плансы. Интересно, почему мы... Можем противник, головорез. Полнистая группка. Билы. Так, а где он был обнаружен? Где-то здесь? Или нет? Обо нам, скорее всего. Ладно. Так, давайте, короче, нападать сразу на мага. У нас снова убили нашего Серафена. У нас снова убили нашего Серафена. У нас уже две травмы. Нужно учитывать. У нас уже две травмы. Нужно учитывать. Так, смотрите-ка, мы нашли гримуар. А здесь вот есть комнатка, в которой кто-то находится, ребята. Так, давайте-ка, наверное, сохранимся. Здесь вообще у нас, конечно, уже не очень все хорошо. Головорез, вышибалом. Надеюсь, это все, кто здесь есть. Тогда мы делаем вот так. Вот так. А этим и вперед. Зати что-то обнаруживает. Что же обнаруживает Зоти? Ага, книжку. Понятно. Так. Так, и Серафену надо бы сваливать. Вот так вот. А что ж ты не стреляешь-то? Стреляй. А, или он так и стреляет. Капитан Морено Безумная. Так, подождите. А не ее ли нам нужно найти? Нет, не ее. А, нет. Безумная Мориэль. А это Морено какая-то. Ну ладно. Задание провалено. Товары и услуги. Так же. Интересно, что за задание такое было? Принципе Сен Патрена, репутация потеряна. Ну, короче, здесь на нас напала некая капитанша, которая, кстати, неплохая сабля. Но из-за этого мы провалили какое-то задание. Вот, я думаю, что переигрывать мы это не будем. Потому что что-то мне подсказывает, ребята, что пострелит хорошего качества. Уложенный доспех отличного качества. Ну, что-то, ребята, мне подсказывает, что здесь не все так просто. Так, урон плюс 10 для атаки. Отличное качество. Урон плюс 30. Точность плюс 8. Короче, неплохо. Вот, так вот. Так, и здесь пистолетик один поменяем. Доспех. У нас кожаный, по-моему, кто нас вообще носит? У нас это кожаный доспех или нет? По-моему, никто. Средний доспех. Здесь тоже нормально. Так, ну и давайте плащик мы наденем. Все. Отлично. Вот. Короче, будем считать, что они сами пришли и нарвались. Так, гримуар очередной. Сюда. Все остальное так забрали. Знак. Мушкетон хорошего качества. Оровская припарка. Вилюне. Кстати, вот оровская припарка. Это то, что нам было нужно. Прошу прощения. Так. Эмблема Принщипи. Морские флаги показывают, кому принадлежит и за кого сражается корабль. Используется, чтобы различать в открытом море друзей и врагов. Это флаг Принщипи Сэмпатрена. Принщипи независимы и обычно сражаются сами за себя. Но этот флаг поднимаешь, чтобы случайно не опаять друг на друга в погоне за сокровищами. Так. Машкетон. Машкетон. 14.19. А, это так себе. 4.8. Кольчужный доспех. Зелесноровки. Так, ну что ж, сохранимся. Я так понимаю, что сейчас мы испортили какую-то репутацию с кем-то. Вот. Ну и ладно, как говорится. Они на нас напали первыми. Мы никого не трогаем. Так. Как-то попытаюсь вырезать. Как вы полезете из таких лег Kings 2. Это факт. Как мы делаем. Машкетон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Примуар еще один... Продолжение следует... 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 Ну, ничего нового мы здесь не находим Пока бои, кстати, ребята, довольно-таки просто проходятся, как вы могли заметить Так, вот ключик, а можно вперед Кто у нас здесь? Вепри Отлично Это меня уже не радует, на самом деле Пока еще мы можем сделать что-то типа вот такого Нет, дара приложили Я-то думал, здесь какие-нибудь заключенные Конечно, заключенные Ну, по крайней мере, нашли что-то скрытое О, кольцо малой защиты Отлично Так, давайте подадим его Серафину Кстати, а как там у нас? Ага, все, отлично Здесь стакается два колечка одинаковых Это хорошо, ребята Отсюда мы могли прийти, если бы перебрались Я так понимаю Не с места, дружище Пират приглаждает вас взглядом, сжимая и ругает меча Его мускулистой лопищей покрывает паутины бледных шрамов По сторонним в порту делать нечего Так что пора тебя отправить в объятия Оандры Громко хрустнув позвонками шеем Бросаясь на вас и взмахиваться саплей Кстати, интересно, здесь также нужно менять будет деньги Как и там было Еще пиратство, моряцкая каша Еще куча еды Вот отсюда бы мы пришли с вами Хром, ремонтные припасы Ну и так Так Гнилый ряд Древний храм Оан Это отсюда мы пришли Вот сюда, кажется, как-то можно попасть Давайте посмотрим, как Так Так Может быть, какой-то Но не И лодочка здесь есть. И куда эта лодочка нас отведет? Интересно. Вы натикаетесь на верхнюю, покрытую облупившейся краской шлюпку, лениво покачивающуюся на воде. Правильно, пристречал королеву, либо остаться на месте. Ладно, останемся на месте. Так. Гнилой ряд. Что за гнилой ряд, интересно. Гнилой ряд. Гнилой ряд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 давайте вот так пока и продадим потом найдем может кого-то более того с который можно поживить еще что-нибудь амика возможно у меня это есть вернется от тебя прежде не видали ты должна быть из новеньких или очень умело притворяешься мужчина посмеивается он смотрит на вас поверх себя повидных очков его лицо почти скрыто за густой ухоженной бородой глаза непрестанно мечется между вами и дверью прости я ошибся кажется тебе уже удалось нажить себе здесь врагов надо иметь храбрость чтобы все еще ошиваться в наших краях как тебе удалось узнать об этом месте хотя нет не отвечай порой лучше не знать чем-то могу помочь только говори тихо он наклоняется поближе нужны кое-какие припасы конечно только не рассказывай никому откуда это у тебя тоже самое краса гора и мне пока денег нет на то что они предлагают несколько картин выглядят совершенно одинаковыми включая подписи в углах уличный торговец с улицы ниже доносятся тихие голоса и шаги мечи и щиты ему они припасы эрнецу крипто торговец давайте с торговцам поговорим для таких как ты у меня нет ничего но спасибо ржавь там некая есть тиснины вот в тиснинах я кажется был энна радс эланка стоит над столом усыпанным травами и специями она смешивает их не глядя останавливаясь лишь для того чтобы понюхать очередную веточку или флакончик она слепа ха узнаю тебя по походке хранитель советую проявлять осторожность тебя привлек запах кардамона может быть аромат молотого перца или еще что-то покрепче она шевелит ушами но ее затянутые поволок и глаза не видят вас что ты продаешь еду разумеется и всякие припасы для для путешественников хотя в основном ко мне обращаются за ядами мне нужны кое-какие припасы у меня большой выбор учти купив яд и снадобие от него храни их раздельно ну и здесь тоже как бы все не очень хорошо ладно так а это у нас тиснины тиснины мы же там были по-моему насколько я помню возвращайтесь во тьму нечистоты аллей тиснины или в глотку давайте хотя подождите а мы же с вами по моему не ходили в старый город да давайте вернемся в крипту не люблю я конечно когда меня игра заводит туда где я типа не должен был бы быть потому что это вносит некую такую знаете осторожность при будущем исследования естественно ты начинаешь исследовать не все вот и боятся исследовать да чтобы не запороть какой-нибудь там очередной квест знаете ли даже что-то в этом духе вот и это вот накладывает свой отпечаток так а а а а а а Продолжение следует... Так, вот старый город. Сюда вот мы еще не ходили. А, и кстати, подождите, тот же нас человек ждет. Я забыл уже об этом. Невероятно, на тебе даже не царапинки. Так, мы все еще живы. Каков план по дальнейшему спасению? Ладно, путь к рекам. Я открыл проход через развалины храма в нижней части. Он утирает шеи затхлый пот, и напряженная гримаса сползает с его лица. Он щурит глаза, словно нерешительности, но быстро справляется с мыслью. Ладно, справлюсь. Хоть я и надеялся, но не слишком рассчитывал на твою помощь. Я не могу закрыть глаза на чужую беду. Его грязное лицо зряет задумчиво улыбком. За мной должок, приятель. Если не возражаешься, встретимся в порт-маже. Я приготовлю подарок. Мелина с печальным видом поправляет свой рюкзак и, кинув на прощание, скрывается во мраке. В порт-маже, значит, нужно с ним встретиться. У квеста у нас хоть какой-то появится? Это тварь или нет? Интересно. Прошу прощения. В общем, я это все говорил к тому, что не очень круто, когда потом оказывается, что квесты запарывают. Ты начинаешь меньше исследовать. Это как бы стесняет твои движения в игре. Хотя, может быть, на самом деле, этот квест мы с одной стороны запароли, а с другой стороны сделали. Потому что, возможно, это две разные стороны, скажем, да. Так. Вот мы и в старом городе, ребята. Ну что ж. Поисследуем. Нам бы, конечно, отдохнуть. Так. Бешеный трупоед. Бешеный трупоед. Бешеный трупоед. Яятся. Беженый трупоед. Бешеный трупоед. Экгер. Беженый труп. А, Безумный Жнец тут какой-то. Видите, в который у нас нападает. И он больше, чем на 3 уровня, выше нас. Ну, по крайней мере, мы по нему попадаем. А, Безумный Жнец. Так, Мясо Разумного. Саромятный доспех хорошего качества, боевой топор. Так, у нас там, по-моему, здесь этот с топором ходил в качестве второго оружия. Отличный кинжал. Ну, Жезл отличного качества. Мантия отличного качества. Все, это все можно забрать. Так. Так, давайте посмотрим на Мантию. И на Жезл. Откровение. Критическое попадание запугивает смертных. Атака при помощи скипетра. Ключи лома могут отскакивать. Ладно, пока так. Пускай будет. Потом посмотрим. Не уничтожается. Так, ну, ладно. Допустим, там первый... С первым противником мы кое-как справились. Ну, это только первый противник, ребята. Не знаю, может, нам еще рано сюда идти. Может, лучше вернуться в глотку. А дальше посмотреть. Давайте пока еще походим. Может же быть, что это один из самых сильных противников. Правильно. Тогда не страшно. Со всеми остальными разберемся. Ну, кстати, вот последний плащ мне нравится для нашего главного персонажа. А, у него такой же. А, вот сюда вроде. Ну, понятно, здесь можно в руины перейти. Ну, здесь можно перейти в руины. Так, кто там у нас? Тень. Сколько их? Две. Ладно, поехали. Нет, их не две, ребята. Их чуть-чуть больше. Краться, зря я сюда зашел. Так. Спасибо. СМЕРТЬ Один из ваших спутников погиб. Спутники погибают, получив 4 травмы, а также под воздействием особо мощных разрешительных эффектов. Чтобы излечить травму, отдохните в трактире или используйте еду или пить вовремя привал. Ладно. СМЕРТЬ 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 Играет музыка. Покрытый каким-то густым, как смола, веществом. Нагрудник хорошего качества и немножко-нелёжка. Как бы сейчас какой-нибудь босс здесь не выполз, ребята. Было бы, конечно, не очень хорошо. Обнаружено любопытное место. Затонувший город. Жёсткие черты древнего короля Алмолова смягчены пышными зарослями в холле шайников. Меч хорошего качества. Так, сюда некуда больше идти, хорошо. Ооо, ребята, тут у нас не очень дружественные ребятки. Ладно. Ооо, тут отлично. Ну ладно, давайте пробовать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ладно, давайте пробовать маленьких тогда. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну здесь мы бы ближе уже сохранились, так что... Ну давайте попробуем устроить привал. Ну ладно, поехали. Так, вот этот и вот этот ход еще чуть-чуть назад, начинают стрелять уже откуда. Так, вот этот ход. так, Алад, выходи, выходи из боя что за тени пришли, непонятно что за тени пришли, непонятно это 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 Все, мы с ним и справились, отлично, ну и здесь короче куча камешков, Замечательно. А, хотя нет, вот еще один маленький остался. Давайте его тоже уберем. Замечательно. Так, и возьмем вот эту вот скрытую что-то. Так, ну, в принципе, ребят, с учетом того, что большинство врагов здесь уровня на 3 выше, чем мы, Вот, мы неплохо справляемся. Кстати, дошли ли мы до теней, я вот не понял. Смотрите, ступени в скале. Возможно, кстати, это те ступени, по которым мы могли подняться. Интересно, надо будет исследовать. Так, а нет, вот тень, кажется. Да, это те самые тени. Ну, я думаю, ребят, что с ними мы познакомимся уже в следующей серии, потому что время данной серии у нас подошло к концу. Вот, в принципе, сегодня у нас с вами была довольно насыщенная серия. Посмотрим, насколько плохо вообще будет то, конечно, что мы завалили один из квестов. Ну, а на сегодня это все. С вами был Алиторм. Спасибо, ребят, за просмотры. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Ставьте лайки под видео. До следующей серии. Пишите комментарии. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...